Всем привет, друзья, с вами Влад, и сегодня у нас на отзоре вчерашний бомбовый турнир ТОПДОГ-10. Сразу хочется отметить, что видеофрагментов боев не будет, потому что мне все равно прилетят авторские права и видео удалят. Но будет очень много спойлеров, поэтому если вы не смотрели бои и не хотите знать результаты, не смотрите это видео дальше. А начнем мы с противостояния ТОПДОГа против Махача, а именно боя Владислава Туйнова и Виталия Коваленко. В данном бою Владислав Туйнов в очередной раз продемонстрировал нам свое мастерство и не оставил ни единого шанса своему конкуренту. И хоть он и выглядел габаритно поменьше, его удары смотрелись намного мощнее, и уже на 15 секунде боя Владислав отправляет своего оппонента в нокдаун. Весь поединок в принципе проходил под диктовку Туйнова, и он мало что дал вообще показать своему оппоненту, и закончился данный бой нокаутом от Владислава Туйнова. По моему мнению, на сегодняшний день Владислав Туйнов является одним из самых лучших бойцов в ростере ТОПДОГа. Далее у нас второе, но не менее прекрасное противостояние ТОПДОГа против Махача, Денис Погодин против Евгения Шопена. В данном бою также боец из ТОПДОГа, то есть Денис Погодин не дал продемонстрировать своему оппоненту хотя бы что-то, но сам продемонстрировал отличный бой. Превосходный футворк и отличная передняя рука принесла оппоненту очень много проблем и не раз отправила его на настил. После данных боев бойцы Махача извинялись за то, что не смогли продемонстрировать многого, и сам организатор Махача извинялся и брал вину на себя, но по сути вины-то и нету. Действительно ТОПДОГ выставил своих топов, Туйнова и Погодина. Это реально мастера своего дела, так что бойцам Махача и Махачу в целом огромный респект за то, что они бились и бились до конца. Далее хочется сказать про новый формат ТОПДОГ Рейдж, руки-ноги, но по сути своей он вообще никак не раскрылся, потому что ударов ногами как таковых не было. Все бои очень быстро заканчивались, в основном с ударов рук. Так что данному формату только предстоит раскрыться перед нами в своих лучших видениях. Также нельзя обойти бой и жесточайший нокаут в нем Марселя Ханова против Владислава Ромащенко. Марсель Ханов вышел на данный бой максимально заряженным и уверенным в себе, и у него действительно все получалось, он выглядел намного лучше своего оппонента. Но он постоянно в самом поединке хотел продемонстрировать, что его противник ему не оппонент, он опускал руки, танцевал, показывал, что ему абсолютно все равно. И да, действительно он забрал первый раунд превосходно, но во втором из-за этого он пропустил серию ударов и лег в жесточайший нокаут, который я когда-либо видел. Если вы действительно не смотрели этот бой, то я вам его очень советую. Теперь пару слов о бою Шульского. Не удивил, абсолютно не удивил. Да, бой не сказать, что прям плохой, но не удивил. В моментах даже оппонент был немножко получше, где-то даже перебивал. Да, он выиграл, это заслуженная победа, но ожидалось большего. Ну и напоследок бой Дацик. А вот Дацик действительно удивил, Дацик красавчик. Всего за 50 секунд он несколько раз отправил оппонента на жопу и просто снес его, заставив его угол выбросить полотенце. Я не знаю, у чувака там 5-0 в Барнакле, 5 нокаутов, вот так представляли, а в итоге он даже не понял, что случилось, а Дацик его снес. Если там все в Барнакле такие чемпионы, то нашим парням они просто неровны. В общем, парни, я очень рекомендую вам посмотреть данный турнир, если бы вы его не смотрели. А на сегодня все, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всегда будьте в курсе новостей мира по МММ и кулачных боев первыми.